Так, ребят, всем привет! Это Санта. Попросили меня сегодня на джипси записать какой-то видосик. Уже давно я не выкладывал. Я, ну там, связанно это с жизненными обстоятельствами. Я, в принципе, пробовал уже несколько раз записать видео, но никак не получается, потому что... Комп не хочет работать. Сейчас 8 утра по Москве на полтиннике. А на 50 буду играть МСС, БСС, в зависимости от стола. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, грубо говоря, 17 полных столов, и тут еще наберется. Вот. Так. Пока буду вставать в очередь, постараюсь сегодня еще обратить чуть большее внимание на стату-опов. Я вообще довольно часто играю. Ну, несмотря на статистику, имеется в виду статистика, которая находится в хаде. В поп-апе, точнее. Основная выведена у меня в хад, прихлоп и немного послопа. Терп-хлоп-терн. Вот. Ну, пробегусь по ней позже. Просто я очень много пишу нотсов, и... Потом, анализируя базу, сравнивая нотс со статистикой, уже какую-то вкладываю картинку на оппонентов. Пока набираю статистику, я думаю, не буду слишком... Так-так-так-так-так. Сюда сяду. Меркам своим. Так. Ну, 25-ку не будем играть. Сейчас только появятся первые статы. Поставлю пока на паузу, пока для нас не выживала очередь. Так. Ну, всё. Начнём. В общем, по статистике. Свою статистику я тоже на стол выложу. Кто-то этого не делает, но я это делаю. Свою статистику выложим из стол. Пип, префлоп, рейс. 3-бай, пас, на 3-бай, конкретно, чтобы видеть, как за этим столом я играю. Дальше. И опыну по позициям. Потому что бывает такое то, что... За каким-то столом я начинаю играть чуть... Ну, чуть более агрессивно. Без надобности, скажем. Ну, сидят вот как сейчас здесь. Отмерели. И я могу там открывать какой-то шлак. Я вижу это в статистике. И не буду его открывать. Так, ну, 6 столов набралось пока достаточно. Дальше по цветовым меткам. Синими цветами у меня пометены регуляры, но регуляры слабые, недоверяющие, способные говорить какую-то херню. В общем, так. Ну, со временем я меняю цветовые метки, скажем. Кого-то я могу пометить слабым игроком, потом перевести его там в хорошие. Просто, ну, кто-то, типа, ну, топ какой-то раздачи, я из этого делал конкретный вывод. Вот. Вот этот топ пока... Сначала я точно думал, что он слабый, но сейчас я... Склонен поменять свое мнение. Так, здесь я по-чекредил, на битшот, досказ, выждро и потёрну. Я не буду ставить. Конбет большой. В общем, мы здесь ничего не выберем. Валет, да, мы тоже не выберем. На втором столе я поставил 3бет. Меня закорил... Оп, на батт, они тоже регуляр. Стандартная ставка здесь будет у меня 40% банка. В эту доску я буду ставить даже двоих оппонентов. Ну, буду делать это именно 3бет. Здесь у меня 2 пары, и, конечно, это были бет. Если у кого-то есть тус, он его не выкинет. Какие руки здесь могут быть в коле? Десятки, девятки, которых вполне он может проколить на этом бороде. Ну, вот именно конкретно этот топ. Также АИКСы. Я здесь, наверное, не буду сквизить тус 10. Топ открывается через весь стол. Какие-то нерегулярные. Блин, второй стол надо было, конечно, ставить. Не 100% я здесь буду проставлять. Дам возможность ему там превратить какие-то свои руки в блеф. Просто так он может прощерпить какие-то свои тус 9, к примеру, и наловить в париру вторую пару. Ну, теперь, когда у меня хухаус, это точно пуш. Я бы и так пушил. Актузан здесь не выкинет, а и, скорее всего, не выкинет даже короля. Так, там Королеев. Ну, он просто закроил 3-бет, у меня короткий стэк. А, в принципе, нормально сыграл. Восьмерки, восьмерки. Наверное, я сразу заскрижу просто на блайндах сидят. Агрессивный опыт. На первом столе я по чекрейзил, это, можно сказать, такой эксплойт. Но я бы не стал здесь делать просто без эквити. Чекрейз. У меня здесь будет достаточно рубль для чекрейза. Это Король Балет. Сет 2. Король 2. Я буду колить. Панин остается 62% Корбета, и я думаю, что на Бата нету будет еще шире. Я поставлю в него так, восьмерки кол. Я поставлю в него продолженную ставку, просто он достаточно часто сдается на терми. Но вы сейчас не про канал. Ладно. Ну, чекнув, я бы точно проиграл раздачу. Давно не записывал видео. Возможно, ход своих мыслей не могу вовремя озвучить. С восьмерками сыграл сквиз. Просто на блайндах, если бы я подколил, сидит агрессивный рек. Ну, 2 довольно агрессивных река. Или они бы могли вот этот сквиз придумать себе. После кол-кола вот этого, о, какие руки там будут. Это будут пары. Руки туз-дама. Известка туз-король, туз-валет. Дама-король какие-то. И все. После его кола и вот такого пуша. Я дожидаю, что увижу там, ну, наверное, как я вижу здесь. Это пятерки плюс. Туз-валет. Король-дама-мастевые. Или кто-то даже может придумать король-дама-мастевые или король-дама-мастевые в такой ситуации. Ну, в общем, восьмерки это кол. С учетом того, сколько денег уже в банке, сколько мы вложили. Вот. Теперь пока нет особо интересной ситуации. Вернусь к статистике. Верхняя строчка у меня идет. Количество рук в пип-рехлоп-райс. Три-бет. Пас на три-бет. Четыре-бет-рэндж. И пас на четыре-бет. Коуд-коллопа. Пятнадцать процентов вот здесь. И последний стат, он актуален больше для слабых игроков. Это то, как часто он лим-колит и потом холдит на... Продолжим на агрессию. Вот этот квадратик. Надо, наверное, его так. Это пас на стил. Пас на стил. Три-бет-рэндж. Три-бет-против поляны. Ванта шелден. Доходы вскрытия. Выигрыш на вскрытие. И вон-ванс о флоп. Нижняя строчка. Открытие по позам. И пас на три-бет по позам. Ха довольно большой. Но я компенсирую это тем, что практически не схожу. По папы. Справа чуть больше цифры. Верхняя строчка. Это камбет-флоп, камбет-терн. Ниже чек-фолд. Как при флоп-рэйзер, скажем. Он открылся. Его в поле в позе. И как часто после его чека он фолдит. Ниже строчка. Большие цифры. Пас на камбет. 54-46 у этого опа. Пас на камбет именно против Хера. Это тут уже флоп-килорный ривер. В позиции. И чек-рейзы. Мисконтинейшн-бет в три-бет-флоте. Вот, в принципе, все статы, которые я выложу. Мне в основном нужно знать статы при флоп. Ну и постфлоп, чтобы там... Скажем, чтобы я с при флопа уже определялся, что делать на постфлопе. Так, я поставил валеты. Здесь полбанка. Доска спаренная. Я здесь практически всегда буду делать такую ставку. Выходит четверка. Буду бетить. Сейчас будет на три четвертых. Здесь он мог меня протащить. Веду Махаем. Пара старшая. Ну, я здесь, конечно, выставлюсь. Мин-чек-рейз. Так. Ну, просто, что это может быть? Чек-рейз по терну 40. И-и-и-и-и-и-и. Будем смотреть, как часто он варрель тривер. Вот тут, я думаю, полезный статус будет. У меня сейчас кончится таймбанк. Надо просто колить. Просто с таким чек-рейзом все... Блин, ну туз ужасная карта. С таким чек-рейзом терна. Туз ужасная карта. У него вполне могли быть руки, типа... По тернам ставить всего 25% случаев. Плюс это СБ. Ну, надо думать. Падение не должно быть там двоек. А-хай. Какие А-хай он должен чек-рейзить в четверке? Туз-5 могут быть вполне. Сейчас он ставит в туза. А у им когда... Ну ладно. Ну вот просто. Оп. Я как предполагаю. Мои мысли были. То есть он довольно агрессивно чек-рейзит. И... По ревью он, в принципе, не баррелит. Это значит, что он не баррелит бланковые карты. И вышел туз. Он у него почему-то ставит. Туз-5. Ну, мастевые какие-то, да? Он там заколил. И это одна комбинация. Ну, максимум две. Я что-то не помню по мастям сейчас уже. Вот. Дальше двойки, четверки у него их не должно быть. И туз-3. Четыре комбинации. Вот, в принципе, и все, что он здесь может на вылип наставлять. Входит туз. То есть я сыграл комбет. Комбет колл. Входит туз. По ревью. И он в него пушит. В то время, как туз, по идее, подошел мне тоже. Ну, вот поэтому надо помечить синим цветом. Не знаю, зачем был нужен этот чекрейс. С семерками по флопу. Ой, потернул. Ну, я, как замечаю, здесь многие копы, они не... Как будто бы вообще не обращают внимания на позицию. Так, закройте столы. На том, на какой он позиции находится. Если бы это ББ был, то там, в принципе, можно, да. Блин, ну тут туздам была. Я с разговорами, по-моему, на Бет скинул эту туздам. Не помню. Ну ладно. Двойки здесь можно, на которых тоже было не открывать. Так, у меня здесь отвлекает немного. Отличный борт для нас. Я 3-бетил. И я изолировал. И пол стола холила. Почему здесь комбету за него кинуть? Флэш-дро очень могут подкрейдить. Я немного сбил с мыслями. Говорил я о том, что некоторые опы не смотрят ни на мою позицию, ни на свою позицию. То есть сейчас, когда он играл на СБ, непонятно, что он изображал. Играл он против более сильного диапазона. На такой текстуре. Не знаю. По идее, это выглядело так, что он мечет рейзить и подает хорошие шансы для того, чтобы я вколил. И... Что-то наловил. Я не ожидаю много холдов вот от этого опыта сейчас. Я просто в хвалю Туш-3. Подходящая текстура, в принципе, для Doom Beta. Это единственное, что... Как будет реагировать. 40% фолд. В двоих буду ставить, как он будет реагировать. Но я не должен бетчить здесь только слабые руки. У меня есть бакдорный флэш. Другой шот. Туз. Бам. После двух колок я обычно не буду блефовать большой ставкой. Поэтому я здесь сделаю маленькую ставку. Такую, одну четвертую. Ну, не хочу, чтобы вот этот топ прочерпал. Здесь какие-то свои даже те же... Ну, не знаю. Восьмерки, семмерки. Такую ставку он изи вколит. Ну, и парилевая будет играть в чек. Он сам запушит ситы, оверпары. А отбирает девятки. Он играет в чек. Если бы я пушнул, я не ожидаю получать много колок. Он мог либо так заманивать от этого игрока сюда в банк, либо... Ну, с сильными руками. Либо у него были там какие-то... Усунул слабые руки. Плюс по риверу какие-то блефы. Ну, те же Ахайи он мог бы превратить в блеф. Ахайи совпадением даже бы он мог превратить в блеф. По выходу валета, валет. Ну, окей. Тоже карта. У него их, правда, немного будет, но тут валет будут. Просто после колок двух хопов Я же не буду здесь дыховать все свой конкурсов, которые не закрылись. Так, я по его очереди три стола. Да, плюс есть такие опы. Не знаю, не вижу сейчас за столами их. Нет, ну вот, скажем, оппонент. Пас на стил против батона у него на ББ 35%. И в таких опов я открываю 3,2 ББ. К этому есть смысл. Даже есть смысл открывать 3,5 ББ с батона и ССБ, играя по МСС. Но в особые подробности я вдаваться не хочу. Почему и как я это делаю? С кимренджем. Просто потому что есть здесь русскоязычные игроки, и мне не хотелось бы, чтобы даже хотя бы один игрок с теми, с кем я играю, наткнулся на мое видео и понял какую-то мою стратегию. Я сейчас просто рассказываю какие-то стандартные вещи для ML50, не углубляясь полностью в какие-то тонкие моменты стратегии. Хотя именно на Покер Кинг я полностью изменил свою стратегию, полностью изменил ренджи, потому что здесь абсолютно другая игра, в отличие от стартов. Да, на стартах мне не позволяли еще так играть часто по МСС. Так, ну вот, оп. 13% чекрейс. Король валет. Доска, в принципе, мне тоже плохо подошла, как агрессору. Нижняя то, как часто он будет баррелить, потернуть. Нужно иногда защищать свои чеки. 40%, но нет смысла здесь чекать. Блин, да ё-моё. Он бы здесь, я хотел сказать, он не будет стоять потернуть большой частотой, плюс, ну, отталкиваясь опять же от стат, там всего 40% без континейшн, без позиции. Плюс он здесь легко проколит такие руки, как тус-8, тус-5, тус-9, ну, короче, все попадали на восьмерку. Валеты тоже все. Ну, теперь будем играть полкион, полривер, 9 дамо против котов, а 3-бет. Я доберу здесь ещё полбанка. Так, здесь стрит, и, 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 и. Я здесь буду играть от Дунг Бета, свой стрит. Довольно много будет балетов у меня в эту доску. Когда он колет, я буду обер-бет. Плюс валет подходит как моему диапазону, так и его. Поэтому обер-бет. Ну, можно было бет-пот поставить. Или плохая доска для 9 дамо. Ну, он бы здесь никогда не выкинул такие руки, как 10 валет. И я думаю, ну, флэш-дроу он бы не выкинул. Ну, опять же, стэк был короткий. И надо было всё-таки здесь поставить бет-пот. А овер-бетить, когда мы сыграли бы чек-чек-флоп. Просто банк был бы в тому времени меньше. Надо ставить здесь потёрну просто у оппонента Miss Contination Бет. 40%... ой, 63% И... Ахай бы он здесь не стал проставлять, конечно. Но и блефы. Глупо. Там просто какие-то руки без эквити. Я думаю, он тоже не стал бы ставить на спаренном борде, потому что я Ахай здесь не выкидываю. Плюс я могу также играть какие-то тусы-короли. Вот. А ещё он может получить чек-райс. Вообще чек-фолд у меня в 3-бет-потах. Да, и в обычных потах. В обычных потах около 40. Последний раз я разбирал базу свою. 42% в обычных потах. В 3-бет-потах у меня 33% чек-фолд. Чек-кол около 40. И 30% там чуть меньше чек-рейс. Ну, поэтому он может ещё получить чек-рейс. Нарваться на чек-рейс. Все девяток я тоже буду здесь резить. Опять же, доска плохо подошла опу. Да, надо посмотреть вообще, как он компет-холдит. Как он баррель против меня. Но я здесь буду резить какие-то... 10 валет, те же самые. Дама. Туздама. В общем, рейс. А он не выкинул валеты десятки здесь. Ну, такие оппоненты. Дама-король. Да, блефов тут будет не так много. Ну, и по текстуре, это чуть 10 валет. Довольно крупная ставка. Я ожидаю то, что он проколит сейчас руки типа король валет, король дама. Думаю, сет семёр. Ну, а не знаю. По части сетов семёрок. Конкретно, как сыграет этот топ. Хотя мне показалось, что ставка была крупная. И на самом деле, это не так обычная ставка. Рейс. В общем, тонкая валетия. Многие. Телефонят. Как мне кажется, многие просто насмотрелись видео по ГТО. Кто-то там работал с ним по слопе и стараются строить свою игру. Я не говорю, что это неправильно строить свою игру по ГТО. Но некоторые моменты просто не укладываются в голове. ГТО одно, но логика другая. Сейчас объясню суть. Короче, по ГТО всё. Но нужно изучать эту стратегию и знать, чтобы как складить опов, чтобы как самому не играть против неизвестного какого-то опов минус. Но уже когда складывается какая-то динамика, ГТО будет меньше работать. Когда узнаётся оппонент, ГТО будет меньше приносить прибыли, чем тот же самый эксплойт, подстройка подопов. У любого оппонента есть какие-то лики, по крайней мере, ну, наверное, у 50. Есть здесь ребята, правда, конечно, которых очень тяжело эксплуатировать. Я нашёл там, ну, некоторых ребят, которые очень хорошо играют. Как по мне, некоторые лики. Но их ещё надо проверить, доказать, так скажем. Тут 9 против 2-х опов с чеккол. Хотя, ну, у меня просто слабый туз, и это будет, скажем, для защиты руки. Король дама. Ситуация с БМВБ. Довольно скоординированный борт. Я не буду ставить здесь конбет. Просто... Опять же, если думать о спектре... Если думать о спектре в своём, в общем, то нужно защищать его. И когда он чекает, я просто овербэкну. Ну, я должен здесь колить, он здесь спокойно может каким-то туз-5, мать, забирать. С королей там. Все троек. Ну вот, просто, ну чё, ну, он просто баррелил флоп. Двоих с тройками на хайборде. Баррелил Терн. Ну и Ривер доехал. Окей. Я сохраню эту раздачу, сейчас не буду писать нот. В то время, как если бы мы делали конбет, он бы по-любому колил. Ой, он бы по-любому фолдил. Возможно, он бы играл в косы или по фаатить. Валет-8. В общем, это не агрессивный оп, поэтому я буду играть и чек-хоу флоп, и потом там уже определяться. Не агрессивный постфлоп. Маленькая ставка, но она, возможно, она имеет место быть после моего чека флопа на такой текстуре. Обычно я на таких текстурах не применяю маленькие ставки. Потому что оппонент здесь либо фолдит свои там туз-5, да? Ну и, скажем, не будет иметь особого смысла 50 или 70% банка мы поставим. Вот. Это когда блеф. Но когда у нас вэли, мы хотим забирать. Да, мы 8 будут сразу играть чек-хоу флопа. Но это не говорит о том, что он будет здесь ставить. Будет играть кол. Валет-8. Я сыграл чек-хоу на таком флопе на небольшую ставку дальше он опять же ставит 70%. Но, кстати, он в этом вэлиббете валет-даму довольно оптимистичное действие. Если бы я сфолдил, я бы проиграл там на 18 блайндер меньше, но так я получил информацию, что он может в таких ситуациях вылюбить руку, типа валет-дама. У меня были валет-8, и валет-дама я бы здесь валдил по риверам, так как она блочит его какие-то блефы, такие как дама-король, да, на том бороде. Но не блочит стриты и тому подобное. Вот. В то время как валет-8 как раз-таки блочит стриты и не блочит дама-король. Поэтому кол. Помимо дамы-король, там куча-куча всяких рандомных рук еще может быть, потому что... Говорю же, это скоординированная доска, и я играл по сильной линии. Вы сейчас можете сказать, что это слишком лучший кол, но нет. Нормальный кол. По оппоненту, но... Здесь очень многие оверглифуют. С валет-дама у него здесь 100% не было бы любета. С чего он там собирался добирать? Ну вот с валет-8, валет-10. Окей. Поставил 50. Ну, в общем, я разберу эту раздачу потом. Не разберу эту раздачу, а в смысле фоклоп зили, да? Что мне нужно защищать, что мне нужно на валет-8. Здесь точно будет плюсовый чек колориером. Так. Да. То, что я давно не записывал в видео, как-то складывается, откладывается в отпечаток. 6-9, стрит-дро, и-и-и. 100 пара. Но, по идее, я здесь не могу играть. Могу играть из-за МССного стека, да? Там каким-то чек-рейзом, но блеков здесь должно быть меньше. Когда он чекает вдогон, он здесь может спокойно прочекать фэши, флэш-дро на такой текстуре. Ну, стрит-ты, я думал, он бы ставил стрит-ты, если бы ставил. Кол играет. Я чек, ну, не вижу, с чего добирать. Валетдама. 10 дамо. Они бы выкинули. Ну, а так, возможно, что он еще превратит их в блек. Не очень приятно было бы поставить бета и получить пуш. Играл бы просто чек-кол. Ну, вот. Коп 38% холдит на ББ. В общем, широко ощущает. И то сейчас вот эта цифра подросла, потому что я стал открывать у него 3х и больше сайзингом. А так здесь было вообще 24. Как я реагирую на эти цифры? Просто, когда я вижу, что он такой маленький пас на стил, мне, соответственно, нет смысла открывать у него широкий диапазон. Ну, я буду открывать около, там, 40% на СБ. Чуть меньше, возможно, там, 38. Но буду делать это увеличенным сайзингом. Он будет колить и на постфлопе практически на всех текстурах у меня будет перевес в эклике. Ну, сейчас, как только сократим количество столов, там, скажем, до 3х, я закончу видео. Вообще, планировал, там, полчаса записать это видео, чтобы оно не было каким-то утомительным. Но, по факту, я здесь не так много интересных задач было. Ну, по крайней мере, в этом видео они были. Ммм, восьмерки. Не знаю, что за оп. 8 рук, 67 на 33 сидит на ББ, не полный стэк. Так что восьмерки я бы здесь потребетил, так как у опа на данную выборку 100% пас на требет. Но раз здесь на ББ сидит оппонент, который, предположительно, может быть слабым, я проще заколю. Я ловлю свой сет и заберу два стэка. Еще чек. 1 ББ, будем колить. Да, вот с этого стола я сейчас иду. 51 ББ, но одни реги, и мне предлагают новый стол. Вдруг там есть слабый звук. А, дама 3. Дама 3, дама 3. Ну, колим. Он тоже, я замечаю, как подстраиваться под меня. Я не знаю, как он подстраивается. Что у него в чек-коре, ну, по идее, сейчас потёрнуть ставку можно было бы и не делать. Продолжение следует. Так, в общем, если я сейчас ставлю здесь, это слабая дробь, если я ставлю здесь обычного размера цбет, меня могут проколить какие-то руки, типа туздам и тузкороли, когда я буду пушить терн, они уже не выкинут, так что я проще запушу лоб здесь, с кучей аппетит. На пятом столе я поставил комбет, меня проколил оппонент на ББ, еще неизвестный, он здесь может отколить с любой 9х рукой, с 5х рукой, но у меня слабый туз, флэш-дроу у него тоже может быть, но защищаться особо я не хочу, теперь я бы просто вылюбил своего туза. Против неизвестных игроков, пока нет инфы, я буду играть именно так. Если я сейчас убежден, ну точно буду убежден, что это слабый туз, то я докуплю из ДБСС на стакане и не буду уходить. Семерки. 45% пас на комбет, но надо ставить, просто если я сейчас здесь чекаю, все, я пройду. Король-дамы 3бет, здесь на Вэлли будет 3бет, опни часто 4бет, но играет Колом, и Колом они играют такие руки, как Король-8, Король-9 в масть. Поставлю еще терм, но он здесь может меня проголировать по хоку по любой даме, просто флэад. Ну а теперь сдаемся. Хорош, хорош. Хорош. Мисконтинейшн Бет потернул, у него небольшой, всего 40%, он бы не стал ставить там какие-то свои средние вэлли, флэад, да, там 10 валет, валет, король, блеф, так часто, вот. Ну вот, когда он колет такие руки, как валет, даму... Чуть-чуть, ну по БСС, в БССном стеке я бы точно колел валет 8, но так... Не всегда я буду колить валет 8 без позиции, но тут у меня был 70 ББ стек, конечно, по МССному стеку я бы не колел 3бет. Я не понимаю, почему он так думает на такой текстуре. Закрылась туздама. Чек. Посмотрим сейчас на ставку и будем уже отсюда отталкиваться. Скоординированный борт, у него полбанка поставлю. Он чекает. Ай-яй-яй-яй. Потерну, если бы я получал ставку что-то типа полбанка 40%, я бы просто чек-пушил своего валета. Валета и флэш-дрон. Опять же, не против каждого я буду колить 3бет с валет 8. Просто здесь 3бет 20%, конкретно ББ против СБ. И это означает то, что он 3бет либо полный шлак, либо хорошие какие-то, более-менее хорошие руки. Ну скажем, колет, там какие-то дамы-король, масти и тому подобное. Дамы 5 и чекну в догон. Здесь я буду чекать валеты, десятки, восьмерки, девятки и... Туз-король. У меня монстр дроп просто и топ-пара. Попробую теперь полбанка поставить. Туз-король. Бет, полбанка, потому что по-моему слабый игрок. Букдор на флэш-дрот две оверкарты. Но это мало о чем говорить. Здесь у меня проколит туз-трид, туз... Ну, много что проколит здесь. Дама-король, валет-дама. По терну можно как бэдить, так и чекать. В рега я бы, наверное, все-таки чекнул. Это СБ. У нас туз-крестей. Так что здесь я чекну. Я думаю, я не выберу никогда здесь ни семерки, ни восьмерки. Вот. Он ставит бэдпот, это точно пас. Да, он может какие-то руки здесь превращать в блеф, но в сетях, как я вижу, это какие-то 6-7, 7-8. Некоторые опы могут превращать в блеф такие руки, как... Туз-3, туз-2, я не особо понимаю, зачем это. Стандартная ставка в мультипоте. В двух опов 30% банка я ставлю, и тут надо сдаваться уже. Ну, у меня были бы здесь руки для продолжения в блеф. Хотя, опять же, их было бы немного. Ну и конкретно в этого опа... Слабых айксов, я думаю, я бы уже не ставил. На пятом столе... По мне идеальная рука, чтобы чекнуть флоп для защиты своего человека. Ээээ... Эээ... Эээ... Ээээ... Это СБ, Бор, по идее, хорошо подошёл ему, и... Я здесь редко буду ставить блеф, поэтому я просто чекну. Сейчас он будет бетить, я буду играть колу. Но он не выкинет никогда здесь дамо-король. Он может играть так же, стус валет. В общем, я чекаю. И я сейчас по реверу не ожидаю много блеф-бетов от него. Ни по флопу, ни по теламинам, он бы, конечно, не выкинул тус-8. Так, ну пока у нас нет столов, которые можно закрыть. Тус-6. Ну вот, Опа, вообще он не особо подстраивается. Под меня довольно часто баррелит, по слову. Я так что заколю просто. Просто заколем. Ну это, кстати, тот же игрок, который проволюбатил три улицы валет-дамо на том борде. Полбанк он ставил. Он чекает. Чекфолк, 71%. Бет. В таких хопов я не буду ставить бет-поты. Если бы здесь был чекфолк, что-то типа около 50. А, семерка. Интересно. Интересно. Какие руки у него здесь могут быть? У него уже могут быть 10-10 валет, так что я просто чекну. И вот, у него и чекфолк, 71%. Соответственно, когда он колит, чек колит такой борд. Ну и чек есть, что там выли. Семерка плохая карта. Я бы просто... Я бы принял какое-то другое действие, если бы не вышла спаренная карта, а не спарился бы тём. Я бы определённо бетил. Ну, хотя, рука типа Туз-6. Младшая стрит-дро. Нет, даже сейчас я так думаю. Ну вот опять идёт Open Race, его колт колит опу. И пушит. Извини, было. Пока твои не годятся. Туз-даму. Против этого опа стандартно требует даже в эту позу. У всех у них примерно одинаковые статы. 45 паз на требует, 53, 42. Но, если, скажем, вот в этого опа я не стал бы 3-бетить туз-даму. Большой чисто. То есть, 100% я бы не стал 3-бетить от всех своих туз-дам. Так, вот это плохо. 4-бет плохо, паз. То в этого окей. Он будет заводить колу много мусорных рук. У нас будет дикий перевес. Поверьте. Опять же, практически на любых текстурах, когда он колет. Он колет. Вот этот топ у него сейчас уже 4-бет стал. 4-8, до этого чуть около 3-бет был. А у этого по 6-1, 4-бет. Так что он довольно агрессивно может меня пушить. У нас с ним агрессивный динамик. Ну, он как раз с Новокузнецка. С Россией. Из всех, кто вообще сидят за этими столами, из регуляров тяжелее всего, пока мне играть. Не совсем тяжело, но... Больше всех трудностей вызывает именно вот этот оп. Чип колтуз данный. Ничего не поделаешь. Да, здесь можно опять же обратиться к статистике. Ну вот, я с самого начала говорил то, что буду довольно часто обращаться к статистике, но на самом деле я делаю это только вот то, что есть в Харе. Это что еще такое? Окей. Замщицу сдам. Хотя, думаю, можно было бы и на хлопе тоже сдаваться, но... Я не ожидал, ну, точнее, вот у него Miss Continition 266, на Терне 33. Это понятно, то, что он после комбета, он вытаскивает на Терн, там, какие-то руки, можно сказать, биркетчет. Потом... Так, здесь что за херня? Вот, но я почему-то положился на то, что он сейчас бетный флоп, прочекает Терн. Здесь просто овербет. Вот, можно было бы играть в Томбет с флопа, но доска сухая. Так, 49 минут, наверное, я буду заканчивать видео. Как по мне, из всех видео, которые я писал в последнее время, в этом была более-менее хотя бы интересная ситуация, поэтому выложу его на канал. Ладно. Буду ставить ТВБ, я-то сейчас еще продолжу играть. Немножко передохну. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, лайкосы. Всем приятного просмотра, пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok